Учреждение образования Витебские государственные профессионально-технические колледж машиностроения имени Шмарёва, став одной из четырёх пилотных площадок проекта ЕС-ПРООН и Департамента по энергоэффективности госстандарта «Энергоэффективность школах», торжественно открылся после проведения энергоэффективной модернизации. Проект финансировался Евросоюзом, исполняющей организацией являлась Организация Объединённых Наций, а Национальным исполняющим агентством – Департамент по энергоэффективности госстандарта Республики Беларусь. Я вельми уражена тем, что я убачила у вас в школе, в этом колледже. Я казала уже в своём привитальном слове, что экономия энергии, зелёная экономика и недопущение климатичных изменов являются вельми важными прайоритетами для Европейского Союза. Я бачу, какая великая мотивация есть, как у наставников, так и у наученцев этого колледжа, и это означает, что у него доброе будущее. Проект действительно достойный, проект европейского уровня, проект в сфере образования, который помогает не только экономить тепло, электроэнергию, но и учить детей тому, как это надо делать, как делается в мире, как делается в Европе. Этот просто как показательный, демонстрационный, да, то есть сюда уже можно не стыдно приводить и рассказывать остальным. После завершения торжественной церемонии открытия о произошедших в колледже изменениях высоким гостям рассказала директор учреждения образования Татьяна Трушанина. Проект «Энергоэффективность в школах» многокомпонентный и состоял из нескольких направлений. Модернизация и переоснащение здания колледжа – одно из ключевых мероприятий проекта. С помощью видеофильма, присутствовавшие на церемонии, смогли сравнить, каким колледж был до модернизации и каким стал после. О том, что сделано, конечно, это термореновация здания, замена окон на энергосберегающие, прекрасная система рекуперации столовой установлена, то есть мы не выпускаем тепло на улицу, оно возвращается и помогает нам отапливать помещение. Энергоэффективные светильники – это тоже один из результатов проекта. Изюминкой данного проекта является установка гелиоколлекторов. Участники торжественной церемонии побывали в столовой, где ознакомились с установленным на кухне энергоэффективным оборудованием, которое позволяет сократить потребление электроэнергии на 20%. Вторым инновационным направлением проекта «Энергоэффективность в школах» является использование подхода территориально ориентированного развития с целью вовлечения местного населения в процесс реализации проекта, информирования и обучения населения по вопросам энергосбережения и пропаганде энергоэффективного образа жизни. Татьяна Трушанина рассказала об опыте проведения в колледже мероприятий по энергоэффективности и представила преподавателей-методистов, которые продемонстрировали свои практические наработки. В результате проекта «Энергоэффективность в школах» мы повысили свой уровень в вопросах энергопотребления. Самое сложное – это работа с информацией. Ее очень много, и нужно правильно выбрать и грамотно ее преподнести. Этому мы и научились в проекте. Проект дал нам возможность научиться использовать различные формы работы по пропаганде идей энергосбережения. Это онлайн-игры, интернет-олимпиады, обучающие семинары и тренинги. И, конечно же, мы получили бесценный опыт работы с различными слоями населения по воспитанию культуры энергопотребления. А главное – приобрели новые знакомства и новые впечатления. В рамках реализации проекта «Энергоэффективность в школах» в колледже внедрены современные энергосберегающие технологии, которые позволят снизить потребление тепловой и электрической энергии, сократить выброс парниковых газов, а также будут способствовать воспитанию культуры энергопотребления как у педагогов и учащихся нашего колледжа, их родителей и социума. Все это стало возможным только благодаря слаженной совместной работе всех участников проекта и комплексного подхода к финансированию. Я уверен, что реализация проекта, который представлен на этом объекте, позволит другим учебным заведениям Витебской области пойти по этому опыту и массово тиражировать те технологии, которые у нас здесь представлены. Мы очень рады, что нам довелось участвовать в данном проекте. Мы приобрели большой опыт в строительстве энергосбережения и понимании сбережения и потребления электроэнергии в других возобновленных источниках. Поэтому очень приятно было здесь участвовать. Учреждение образования Витебский государственный профессионально-технический колледж машиностроения имени Шмурева теперь является демонстрационной площадкой в реализации энергоэффективных мероприятий. Сосновый бор – живописный берег реки, окрестности с уникальной историей. И все это из окна вашей квартиры. Причем квартиры, построенные по эталонам самых современных технологий, из-за чего проживание в ней максимально комфортно, удобно и безопасно. Это реально? Общество с ограниченной ответственностью ВТП, компания по строительству качественно нового жилья в Беларуси, сделало это реальностью, предлагая квартиры в новом монолитном пятиэтажном 40-квартирном жилом доме в поселке Лужесно Мазловского сельсовета Витебского района. Поселок с городскими привилегиями. Здесь имеются все возможности для качественной жизни. Магазины, аптека, почта, аграрный колледж Витебской государственной академии ветеринарной медицины, Лужеснянская базовая школа, детский сад, Витебское кадетское училище, на территории которого находится спортивный комплекс, удивительной красоты дендропарк Лужеснянского сельскохозяйственного техникума, памятник природы областного значения. Технологии, внедренные при строительстве монолитного 40-квартирного дома в Лужесно, имеют ряд преимуществ. Все квартиры в нашем доме повышенных потребительских качеств. В них сочетается как идеальная гладкость поверхностей внутренних цементно-стружечных плит, так и высокие тепло- и звукоизоляционные свойства наружных пенополистирольных плит. Все это позволяет покупателям существенно уменьшить расходы как по внутренней отделке помещений, так и по утеплению наружных стен дома. Неоспоримым плюсом наших квартир является повышенная теплоизоляция. В нашем доме отсутствуют мостики холода. Это такие элементы конструкции дома, которые обладают повышенной теплопроводимостью и зачастую являются причиной возникновения плесени, конденсата, сырости и увеличением затрат на отопление. Так вот, в нашем доме их нет. А улучшение характеристик звукоизоляции мы постарались добиться как конструктивными решениями, то есть погашением звуковой волны при прохождении через многослойные ограждающие конструкции, так и укладкой полифлекса толщиной 10 мм по всей площади пола и укладкой минераловатной плиты по периметру помещений. Помимо повышенной теплоизвукоизоляции у нашего дома есть еще ряд преимуществ, которые касаются внутренней отделки помещений. К ней вы можете приступить практически сразу, как только получите ключи. Дело в том, что наш дом не дает усадку, поскольку намрутка на стену осуществляется равномерно, ни трещин, ни деформаций быть не может. Плюс еще ко всему это наличие внутренних цементных стружечных пир. Во-первых, они очень гладкие, что существенно сэкономит ваши средства при их отделке. Ну и во-вторых, мы можем избежать опять же тех же пресловутых трещин либо деформаций стены. Еще существенный плюс в том, что внутри можно осуществлять любую перепланировку квартиры, поскольку стены здесь не есть, являются усущими. Балконы же в нашем доме напоминают веранды. И по форме, и по размеру они отличаются от уже привычных нам. Дело в том, что площадь их составляет 6, а в некоторых квартирах целых 7 квадратных метров, что позволяет владельцам не только устроить здесь летнюю столовую, но и организовать места для хранения, тем самым освободив площадь жилых комнат от шкафов и комодов. А приобрести квартиры в нашем доме вы можете, заключив договор с обществом с ограниченной ответственностью ВТП и полностью оплатив квартиру, либо оплатив 50% заключить рассрочку от застройщика от 6 месяцев до 2 лет, а также воспользовавшись кредитными программами различных банков. Став владельцем квартиры в Ложесно, вы получите городской комфорт в чистой природной зоне на берегу реки, вдали от шума и интенсивного движения городского транспорта. По вопросам приобретения квартиры в новом доме в поселке Ложесно Витебского района Обращайтесь в общество с ограниченной ответственностью ВТП по телефону 66 4147 Дополнительная информация на сайте vtp.by Субтитры создавал DimaTorzok